Для всех вот какие-то необъяснимые странности происходят с Израилем, с этим, с Украиной совсем, а на самом деле странностей-то никаких нет. Все уже было в истории. Вместо ООН была Лига Наций. Точно так же, как сейчас разносят, раздалбывают ООН, что она вообще исчезает как организация, также Лига Наций исчезла и началась Вторая мировая война. Сейчас Третья мировая начнется. Израиль этот несчастный будут использовать, скорее всего, будут использовать просто как таран. Вот как Украину используют как таран американцы. То есть так же и израильтян вместе с этим Израилем будут долбить ими по остаткам Сирии. Иран будут раздалбывать. Весь регион там, не знаю, за хуситами охотятся. То есть все это подожгут и будут проливать кровь этих несчастных жителей Израиля, пока вообще ничего от них там не останется. Легко это могут сделать, потому что у евреев, какой армян, кстати, вот есть нации такие. И у них нет настоящего чувства родины. Не живут там, где лучше, где выгоднее, где интереснее. Армяне в подавляющем большинстве в Армении не живут и не хотят жить. И евреи не хотят в Израиле жить тоже и не живут. То есть они в США живут. В США у них там лобби, возможности и так далее. И если им надо, они вот эту сакральную жертву, так называемую, принесут опять, опять и опять. И получат все, что им надо. Разнообразные выгоды не только финансовые, но и политические, экономические, прочие, прочие там совершенно имиджевые, так называемые. Но они надеются так, конечно, сейчас другие времена, все по-другому, скорее всего. Но пока сценарий такой же, как был перед Второй мировой войной, как она начиналась. Потому что она начиналась тоже долго. Один конфликт, другой, третий. Там Хэнкингол, финская война, там то и сё, война в Испании, вот эта гражданская, где тоже все участвовали. Прокси, так называемая, как сейчас это называется. Все это уже было. Просто вот посмотрите, проанализируйте внимательно, как накачивали раздолбанную нищую в Первую мировую войну, полностью сажавшую саму себя Германию, оккупированную, как ее США накачивали баблом, деньгами, как ей все помогали, чтобы она превратилась в этого монстра, который начал сжирать все вокруг. То есть все было уже. И участники практически те же самые. Ну, единственное, сейчас другое время, конечно. Сейчас все будет по-другому. Сейчас пытаются и делают те же самые трюки, ходы, которым 100-150 лет, вот тот же пиар черный льют, там про 40 отрезанных детских головок, всех износит сил. Это все было многократно. И британцы также грезью бельгийцев поливали там из-за рынка каучука. И немцев поливали британцы в Первую мировую войну. Такую же дичь вот любую выдумывали, закидывали. Но сейчас это плохо работает, потому что у всех телефон, все люди снимают, все видно. Очень много видеофиксации документов и обмен информацией между людьми. И другое время, поэтому все по-другому, конечно, будет. Но то, что вот как государство Украины нет и народ уничтожается, уже практически у украинцев в ближайшей перспективе не останется, потому что они сами так хотят. Никак не хотят согласиться с тем, что их обманули и уничтожают. Так вот и евреи в Израиле тоже не хотят никак понять, согласиться с тем, что их обманули. Обманули, что их затаскивают в некую такую ловушку мощную, хотят ими воспользоваться. Так же все и будет, к сожалению, да. Но итог будет совершенно, конечно, не такой, как кукловоды эти все элиты, так называемые, американские, лондонские и прочие, как планируют. Конечно, все иначе будет, потому что сейчас другое время, другие технологии, люди другие, вообще все другое.